Всем привет! Сегодня я решила немножко отойти от бьюти тематики на моем канале и мне хотелось бы ответить на очень часто задаваемый вопрос и буквально на днях я загрузила новый влог, вижу, что этот вопрос повторяется и повторяется вы просите поделиться своими советами, возможно, какими-то правилами содержания чистоты и порядка в доме я села, подумала и поняла, что действительно есть такие неписанные правила в нашей семье которых мы стараемся придерживаться и это действительно работает первая, самая главная и полезная бытовая привычка, которую, кстати, привил мне мой муж это ежедневная легкая уборка, то есть вечером мы стараемся сохранять такой же порядок, который был с самого утра поэтому утром, когда мы просыпаемся, все чисто, все лежит на своих местах и мы, кстати, не пылесосим раз в неделю, раз в две недели, просто по мере загрязнения, скажем так у нас есть дети, которые едят что-то, которые очень любят прикасаться к окнам, которые у нас очень большие вы видели, что у нас окна в пол, поэтому, как вы понимаете, уборка раз в неделю это вообще не наш вариант и второй момент это то, что мы стараемся приобщать детей к этому процессу у них есть свои небольшие детские обязанности и вообще детки настолько быстро привыкают к какой-либо рутине и, к примеру, мой младший сын, которому скоро исполнится 3 года он настолько привык к тому, что вечером он должен расставить все свои игрушки по местам и сейчас это не составляет какого-то труда я просто его прошу об этом, никаких скандалов, истерик он делает это и ложится спать следующий момент с детьми мне кажется, что меня смотрит столько много мамочек и, возможно, вы также раньше совершали такую же ошибку когда мы жили в квартире я разрешала есть детям не только у стола они без проблем могли бегать с печеньем, с шоколадом, с чем угодно по всей квартире и потом моя легкая вечерняя ежедневная уборка превращалась во что-то грандиозное и сейчас, когда мы переехали в частный дом решением проблемы было такое правило, что можно есть только у стола и это тоже работает спустя несколько месяцев они сами об этом знают берут поднос, на котором они едят, или тарелку, садятся и даже когда я говорю, возьми яблочко они, нет, нет, мама, мы должны есть здесь и вообще, как бы, нет никаких вопросов сейчас следующая бытовая хитрость это всему свое место я настолько привыкла к тому, что, к примеру, полотенца у нас хранятся в одном месте приправы у меня не разбросаны по всей кухне у них есть четко отведенное место и потом во время уборки я не думаю, куда бы мне это все приткнуть а четко на автомате раскладываю все по своим местам это отличный совет вы очень часто спрашиваете меня, как и где я храню огромное количество вещей которые я довольно часто покупаю и для дома я частенько обновляю гардероб я уже не говорю о косметике, которую я и покупаю и мне как блогеру многое дарят если я вижу, что хоть что-нибудь не помещается в отведенном для этого месте, это значит только одно пора делать разбор гардероба, косметики, приправ, чего угодно и таким образом я всегда освобождаю место для чего-то нового смотрю, чем я не пользуюсь и так далее и это работает раз уж мы заговорили о вещах, давайте затронем тему стирки для меня, как для мамы двух мальчишек, это очень актуальный вопрос когда мы жили в квартире, у нас прямо в спальне стояла сушилка для белья и как только высыхала одна партия, тут же надо было развешивать вторую мне иногда кажется, что наша стиральная машина работает без остановок вот если сразу не раскладывать все по местам то со временем у вас образуется огромная гора из сухих вещей которая мало того, что будет создавать ощущение бардака в комнате или в квартире так еще и будет у вас забирать пространство для жизни благодаря своим замечательным зрительницам несколько месяцев тому назад я узнала о гениальном методе уборки дома и хранения вещей которые называются KonMari пока что я это все начинаю внедрять в наш дом и хочу сказать, что это работает никогда не было такого идеального порядка в шкафу моих детей, ну и в моем тоже, что тут скрывать потому что все настолько видно, все настолько удобно и я открываю детский шкаф, это вообще самая проблемная зона и я вижу, что здесь лежит вот эта футболка здесь такие брючки, я все это беру и теперь вообще не знаю печали я так поскладывала все постельное белье, все полотенца и мой муж скептик это все заметил и сейчас иногда, когда он раскладывает сухие вещи детей он тоже старается придерживаться вот этой системы потому что это гениально, еще раз повторюсь очередное правило чистоты и порядка в нашем доме это тщательная уборка сразу после того, как мы закончили что-либо делать то есть, к примеру, я что-то готовила, потом мы это все съели мы не ждем волшебного часа мы сразу же складываем всю грязную посуду, посудомойку или моем это все руками, если это небольшое количество и также протираем плиту это все занимает буквально несколько минут но потом мы не обрастаем грязью и вот эта еженедельная уборка потом не занимает так много времени и еще один совет, который нам помогает мы всегда стараемся держать под рукой бумажное полотенце и также какой-нибудь препарат для того, чтобы почистить плиту или окна не знаю, все ли это делают, но для меня с самого детства это святое каждое утро при любых обстоятельствах я застилаю кровать это создает ощущение такой опрятности, такого порядка особенно если вы живете в однокомнатной квартире помните об этом и, наверное, последний момент это договоренность с мужем мой муж очень любит чистоту и порядок в доме возможно, даже больше, чем я но огромное ему человеческое спасибо за то, что не вешает на меня весь быт и с удовольствием мне во всем помогает возможно, многие меня не поймут, не поддержат даже осудят за сказанное но я считаю, что девушка, женщина, жена это не домработница вы должны ценить, любить и уважать себя и мотивировать, стимулировать вашего мужчину разделять с вами ваш общий быт ну, в общем, на этом все я надеюсь, что видео вам понравилось если да, то не забудьте поставить пальчик вверх всем пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!